Ранее мы обсуждали с вами, что минимально адресуемой единицей памяти является байт, и могло показаться, что выполнять операции с битами невозможно. Однако это не так. Для их цели в языке C есть поразрядные или побитовые операции. Давайте их рассмотрим. Первый из них это 1 имперсант, это побитовая i. Одна вертикальная черта, побитовая или. Зачок крышечки, побитовая исключающая или, ну или же ксор. Тильда инверсия, а также поразрядные сдвиги. Влево и вправо, соответственно. Рассматривать, как работают эти операции, мы будем на примере 1-байтовых чисел. Но чуть позже мы заметим, что на самом деле нет разницы, какого размера число, и операции работают одинаково как для 1, так и 2 и более байтовых чисел. Возьмем 2 числа а и b и пробуем вычислить, например, результат выражения а, побитовая i, b. Особенность поразрядных операций в том, что для вычисления вот этого выражения нам нужно вычислить значения каждых разрядов независимо друг от друга. То есть для того, чтобы определить значение нулевого разряда числа результата, пусть будет это число c, нам нужен только нулевой разряд числа b и только нулевой разряд числа a. Как же вычислить значения вот этого разряда? Для этого используем некоторую табличку. Здесь приведены комбинации возможных значений разрядов, пусть будет для числа a и, соответственно, для числа b. Результатом побитого i для этих двух разрядов будет единица только в том случае, когда оба из разрядов единицы и разряд a и разряд b единички. В остальных случаях будет ноль. В случае с побитым или ситуация следующая. Единица будет тогда, когда или разряд числа b, или разряд числа a единица. Ну, в том числе, когда они оба единицы, тоже результатом будет единица. Исключающий или, может быть, на первый взгляд, устроен очень сложнее. Но это не так. Его можно запомнить как одно из двух, но не оба. Это обозначает, что один из двух разрядов должен быть единичка для того, чтобы результат исключающего или был тоже единица, но не оба. В данном случае один из двух разрядов единичка. И в данном случае один из двух разрядов единичка. Здесь ноль. А так как не оба, то здесь тоже будет ноль. Таким образом, если у нас изначальное число a выглядело, предположим, так, а число b пусть будет так, то результатом операции a и b будет следующее число. Если мы предположим, что хотим посчитать такое выражение a или b, то результатом уже будет, обращаем внимание, что мы рассмотрим эти два числа. Это результат предыдущей операции. Итак, если мы вычисляем a или b, тогда будет единичка, нолик, нолик, единичка, 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 нолик, единичка. Также давайте рассмотрим исключающие или. Результатом применения операции исключающей или для чисел a и b мы получим вот такое число. Итак, эти операции мы рассмотрели. Приступим к инверсии. Это так называемая унарная операция, и она требует только одного аргумента. Таблица истинности суперпроста. нолик заменяется на единичку, а единичка на нолик. Таким образом, результат инверсии для, предположим, числа a будет следующим. С инверсией тоже разобрались. Теперь перейдем к побитовым сдвигам. Эти операции принимают также два аргумента. Но первый аргумент это число, которое необходимо сдвинуть. А второй количество разрядов, на которое это число нужно сдвинуть. К примеру, в языке c мы можем записать так. Что будет обозначать? Сдвинуть число a влево на два разряда. К чему это приведет? Давайте запишем наше число a еще раз. Если мы сдвигаем наше число влево на... Пусть будет один разряд. Это приведет к тому, что этот разряд переедет куда-то сюда, в эту ячеечку. Этот бит переедет сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. И так далее. И мы получим следующую картину. И остается два вопроса. Первый. А что будет в последнем разряде? Ведь этот разряд уехал немножко левее. Соответственно, что будет на его месте? Ответ на его месте будет 0. Второй вопрос. А что будет с этой единичкой, которая вышла за наше число? Ответ. Она исчезнет. Таким образом, если мы хотим получить результат побитого воздвига a на 2, то мы получим следующее число. В случае со сдвигом вправо работает все точно так же. Разряды, которые окажутся за границей числа, исчезнут. На место тех разрядов, которые были сдвинуты, будут добавлены нули. Обратите внимание, что сдвиги в языке C не являются кольцевыми. То есть, те разряды, которые вышли за границей числа, они не будут добавлены в это число с другой стороны. Однако, при необходимости, такую операцию можно реализовать самостоятельно. Поначалу, может быть, трудно представить применение данных операций. Однако, при работе с микроконтроллерами или битовыми масками, такие операции незаменимы. Одна из простейших задач, которая может нам продемонстрировать полезность данных операций, это проверка значения бита какого-то конкретного числа. Предположим, у нас есть число n. И мы хотим проверить. То есть, является ли, предположим, разряд числа n номер 3, вот этот вот, единицей или нулем. То есть, мы хотим узнать, чему равно значение разряда 3 данного числа. Решить-то без прозрядных операций совсем непростая задача. Однако, если мы воспользуемся прозрядными операциями, окажется, что это совсем не сложно. Мы можем воспользоваться особенностью операции i, которая гарантирует, что ее результатом будет единица только в том случае, когда оба ее аргумента единица. Если мы возьмем некоторое число m, назовем его маска. И в этой маске устроим в единицу только тот разряд, который соответствует исковому разряду в числе n, а все остальные мы инициализируем нулями, то результатом операции n, побитого i, m будет некоторое число, в котором гарантировано во всех разрядах, кроме искового, будет нули. Потому что вне зависимости от значений этих разрядов числа n, побитого i с нулем, даст нам ноль. А в значении этого разряда будет зависеть теперь уже только от значения разряда 3 числа n. Таким образом, если здесь находилось 0, то результатом будет 0, и все это число целиком будет равно 0. В противном случае, если же здесь был не 0, а единица, то единица будет и в результате. И в таком случае, это число не будет равно 0. Таким образом, мы можем легко проверить, является ли данный бит числа n единица или нет. Поначалу может показаться, что сгенерировать такую маску тоже сложно, но это не так. Ведь такую маску можно получить, сдвинувь единицу, на то количество разрядов, которое нас интересует, а именно на 3 разряда влево. Давайте практикуемся в работе с прозрядными операциями. Для этого возьмем 1 битовое число. При работе с прозрядными операциями используются беззнаковые числа. Пусть это будет 10. В двоичном виде 10 выглядит таким образом. И возьмем некоторое число k. Пусть это число определяет разряд, который мы хотим проверить в числе n. А также сгенерируем маску. А именно единицу сдвинем на k разрядов влево. Таким образом, в качестве значения маски будет следующее число. Изначально единица находилась в самом младшем разряде. И сдвинув ее сначала на 1, потом на 2, потом на 3 разряд, мы получили данное число. Теперь давайте пробуем вывести на экран результат операции n и mask. Результат является 8. Почему так? Дело в том, что так как третий разряд в числе n был единицей, то результатом этой операции операции n и mask будет являться фактически наша маска. А это является числом 8 в двоичной системе числения. Если мы пробуем проверить первый разряд этот, то мы получим в качестве результата число 2. В противном случае, если мы будем использовать какой-то другой разряд, который в числе n равен нулю, результатом будет 0. Таким простым способом мы можем проверить, установлен ли некоторый разряд k в числе n в единицу или нет. Продолжение следует...